Как отметил Вениамин Кондратьев, новый питомник станет базовым для всей винодельческой отрасли в регионе, поможет решить задачу импортозамещения посадочного материала. Мы сегодня все время говорим об импортозамещении, но какое же импортозамещение, если сегодня глаза-то импортные. То есть мы сами себя где-то обманываем и сегодня мы перестанем себя обманывать. На самом деле сегодня у нас будет наше вино из нашего винограда, которое будет производиться на нашей земле. И еще желательно, чтобы оно было географически защищенным. Руководитель винного холдинга «Арианта» Александр Кретов в свою очередь отметил, что новый центр по производству саженцев является одним из самых крупных в Европе. Мы планируем довести производство саженцев на этом объекте до 6 миллионов саженцев в год. Это очень серьезная цифра. Евгений Ахпашев от имени Министерства сельского хозяйства России поздравил Краснодарский край и компанию «Кубань-Вино» с открытием питомника самого высокого уровня. Такого на самом деле еще не было в нашей стране, да и за рубежом тоже. 500 миллионов рублей вложила «Кубань-Вино» агрофирма «Южная» и Центр пищевой индустрии «Арианта» в это производство. Экскурсия по прививочному комплексу продемонстрировала все тонкости прививки собственным прививочным материалом на собственный привод. Питомник – это еще и научно-производственная база для исследовательских институтов и профильных образовательных площадок. В планах в течение пяти лет реализовать программу по выращиванию саженцев по технологии «Инвитро-Инвиво» – саженец в пробирке, то есть создавать абсолютно чистую виноградную культуру без вирусов и бактерий. Глава города-курорта Сергей Сергеев принял участие в церемонии открытия, сознавая, какой масштаб перемен ждет бывшая СПК «Мини-Ленина», где холдинг будет возрождать виноградарство на самом высоком уровне и построить здесь свое головное предприятие.